Владимир Захарович Мас, советский драматург и сценарист. Биография. Родился в московской еврейской купеческой семье. Детство прошло в принадлежащем отцу особняке в Камергерском переулке, что напротив МХАТ. Мечтал стать художником, учился в Витебске у Марка Шагала. Первые годы советской власти открыли молодому революционно настроенному художнику возможность ярко проявить себя, однако не в художественном, а в литературном творчестве. Так сложилось, что он стал постоянным автором знаменитого тогда в Москве театра современных масок при Московском доме печати. Писал злободневное обозрение, сатирические буфонады. Его пьеса «Хорошее отношение к лошадям» стала в те годы очень популярной. С молодым композитором Матвеем Блантером они сочиняли песенки, такие, как известные до сих пор. Джон Грей служил на заводе Сергей Пролетарий. В середине 1920-х годов возникло содружество Николай Ордман и Владимир Масс. Вместе они сочиняли пародии, басни, интермедии, обозрения для ленинградского мюзик-холла, для Леонида Утесова с его знаменитым джазом. С их сатирического спектакля «Москва» с точки зрения начался Московский театр сатиры. По предложению кинорежиссера Григория Александрова они написали сценарий первой советской кинокомедии «Веселые ребята». В 1933 году во время съемок «Веселых ребят» оба автора были арестованы и сосланы на три года, а по отбытии ссылки еще 10 лет без права проживания в Москве и в других крупных городах следствие по их делу вел бывший агент Коминтернен Хакшваров. Фамилии обоих сняли из титров фильма «Веселые ребята». Поводом послужили басни, слишком смелые для того времени. Ссылки в Тюмени, Тобольске, а перед войной в Горьком Владимир Мас работал завлитым режиссером, художественным руководителем местных театров. Порой сам организовывал театральные коллективы, написанные им в ссылке пьеса «Сады цветут». Перед войной обошла чуть ли не все театры страны. С началом войны Мас организовал и возглавил театральную фронтовую бригаду, которая обслуживала военные части Красной Армии. В 1943 году Мас был прощен, ему разрешили жить в Москве. В этом же году состоялась его встреча с Михаилом Червинским, фронтовиком, демобилизованным из-за тяжелого ранения. Их первая совместная пьеса «Где-то в Москве» была поставлена в театре им. ЕВГ Вахтангова, а вслед затем начало триумфальное шествие по всем театрам страны. Судьба второй пьесы о друзьях-товарищах оказалась менее удачной. Ее выход совпал с компанией, вошедшей в историю под названием «Борьбы с космополитами» и авторы пьесы оказались жертвами этой борьбы. К счастью, авторов не арестовали и их литературная деятельность продолжалась, уйдя, так сказать, с центральной дороги на периферию. Их сферой деятельности стала эстрада. Конферансы, сценки, целые пьесы для Аркадия Райкина, Миронова и Менакера, Тимошенко и Березина, Мирова и Дарского, тогдашних эстрадных кумиров, ставших таковыми не в последнюю очередь благодаря остроумным текстам Массе и Червинского, стихотворные фильетаны для журнала «Крокодил», песенки для ансамбля Эдди Рознера и Леонида Утесова. Но главным в их творчестве 1950-х – начало 1960-х годов стало создание так называемой «Советской опереты». По их либретто были поставлены «Самая заветная» – «Тримбита», «Белая акация» и, наконец, «Москва», «Черемушки». Им также принадлежит русскоязычной либретто «Опереты» «Флегара». «Веселая вдова» Михаил Червинский скончался в 1965 году. После его смерти Владимир Масс работал один, опубликовал несколько книжек стихотворений лирического жанра. И, наконец, то смог посвятить себя тому, о чем мечтал в юности. В нем на старости лет прорезался художник, долгие годы заглушаемый писателем. В его портретах, композициях, пейзажах столько свежести, музыкальности, света, словно он под конец жизни вложил в них всю нерастраченную молодость души. Умер Владимир Масс в возрасте 83-х лет, в Москве, похоронен на Головинском кладбище, в то же время на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами родных. Ему устроен кинотав, имел сына Виктора Масса и внука Александра Масса, которые также были творческими людьми, были операторами и работали на киностудии им. Горького, основные произведения, ВМАС, Ник Эрдман, басни, заседание о смехе, Одиссея, ВМАС, Н. Куличенко, Сады цветут, ВМАС, Мих, Червинские комедии, где-то в Москве, о друзьях-товарищах, я люблю Архимед, кавычка-точка. Опереты, самая заветная, Тримбита, Белая акация, Москва, Черемушки, Веселая вдова, Добрый вечер, миниатюры для эстрады М. Искусство, 1959, без кондуктора, стихи М. Правда, 1962, идя навстречу, стихи М. Правда, 1965, в порядке оваций М. Правда, 1968, комедии, филетоны, эстрадные обозрения, стихи и песни, ВМАС, С. Б. Песни, так держать. Фильмография, 1957, Белая акация, 1972, только ты.